Мне нужно больше котиков! Враньё! А вот это я не видела! Кому он нафиг нужен? Всем привет, с вами Берсик, и это рубрика Годно Али Стрёмно, в которой я проверяю кукольные товары с сайта Алиэкспресс. Годно Али Стрёмно! И, ребята, прежде чем мы начнём, я хочу напомнить вам про приложение Амина, где очень много крутых сообществ, и в том числе есть сообщество любителей Лол Сюрпрайз. Здесь собраны различные материалы про куколок Лол, можно самому создавать посты, опросы, викторины, либо участвовать в чужих опросах и викторинах. Смотрите, какая милая единорожка! И вот эта фотография мне тоже очень нравится, здесь всё такое в пастельных тонах, пожалуй, поставлю лайк. И, кстати, в сообществе много участников, и можно отслеживать, кто сейчас онлайн и чем занимается. Как вы видите, большинство общаются в чатах, и в том числе здесь есть голосовые чаты, можно обсудить новиночки, можно пообщаться и обменяться повторками. Короче, в этом приложении очень легко найти новых друзей, и я рекомендую всем любителям Лол Сюрпрайз вступить в это сообщество и начать общаться. К тому же, приложение бесплатное. Скачать его вы можете по ссылочке в описании. Ну, а сейчас давайте проверять товары, какие они будут в этом выпуске. Годные или стрёмные? Годно или стрёмно? Диван за 368 рублей попросил проверить Слава Игрушкин. И, судя по отзыву Славы на сайте Алиэкспресс, он уже успел сам приобрести этот диван и проверить его. Но, в любом случае, спасибо, что прислал ссылку на этот диван, потому что это целый лот с четырьмя видами мебели для кукол Монстр Хай и Эвер Афтер Хай по достаточно приемлемой цене. И, похоже, это всё на оригинальную мебель, как будто это копии из каких-то плейсетов. Если узнали конкретно, какие плейсеты, то обязательно напишите в комментариях. Этот розово-чёрный диван, а также трон розово-чёрный у меня ассоциируется с Дракулаурой. Также там есть этот диван в другом цвете и постелька в стиле Эппл Уайт. Сам диван был очень хорошо упакован в большую пенопластовую коробку, а ножки были отдельно упакованы, и давайте добавим их к диванчику. Качество просто на высоте, пластик плотный, но при этом обивка такая реалистичная из-за рельефов, как будто действительно диван мягонький. И на боковинках дивана, и на ножках очень хорошо различимые тонкие рельефы. Здесь и паутинки, и герб Школы Монстров, и черепов с бантиком. Короче, это что-то прям очень родное и ностальгичное, и, конечно, этот диван классно подходит куклам Монстр Хай и Эвер Афтер Хай. Также подходит для Барби и куколу Интегрити Тойз, правда, кажется совсем таким миниатюрным диванчиком. А вот куклам Блайз и Пуллип не подходит, потому что у них заваливается голова, и они падают. И раз уж в этом видео мы упомянули кукол Лоу Сурпрайз, то я хочу и вместе с ними посмотреть, как будут смотреться те или иные вещи. И мне кажется, что диванчик им тоже вполне подошёл, особенно если убрать высокие ножки. Так что очень годные вещи, реально как будто от Монстр Хай, как будто это оригинал, брендированная вещь, и за небольшие деньги. Так что спешите закупиться для своих кукол, и ссылочка, как обычно, есть в описании. Миниатюрные шахматы за 291 рубль попросила проверить Арина Шашкина. У нас уже были миниатюрные карты, миниатюрные настольные игры, и теперь очередь за шахматами. Они очень прикольные, очень маленькие и очень милые. Комплект состоит из шахматной доски, которая, кстати говоря, магнитная. Я специально проверила на холодильнике, прикрепила, и она держится. Зачем это сделано, пока не знаю, возможно, чтобы удержать шахматы. Ну, а шахматы в двух пакетиках по 16 штук, 16 серебряных и 16 золотых. Шахматы выполнены из металла, они такие прикольные, маленькие и очень хорошо окрашены. На шахматной доске они почему-то не держатся, так что фишка с магнитностью непонятно зачем была нужна. Возможно, чтобы повесить вот такой магнит на холодильник, но кому он нафиг нужен? И, кстати, не очень аккуратно сделано по бокам какие-то ошметки. Ну, а в остальном мне очень понравились эти шахматы. Они действительно реалистичные, милые, красивенькие и подходят к куклам, но больше подходят к куклам формата 1 к 12. Для кукол формата 1 к 6 это как будто какие-то миниатюрные шахматы, а не обычного размера. Вот, к примеру, для кукол Лол Сурпрайз это отличный формат шахматы прям по размеру их маленькой ручки. И обязательно напишите в комментариях, умеете ли вы играть в шахматы. Я вот не умею, но уверена, что среди вас есть специалисты, так что вам точно нужны эти шахматы, чтобы и ваша кукла брала с вас пример. Капризная дама попросила проверить рюкзак для кукол за 200 рублей, но он оказался не рюкзаком для кукол, а просто ключницей, потому что здесь нет лямок. При желании эти лямки, конечно, можно пришить, заморочиться, но в любом случае размер этого рюкзака слишком большой, 10 сантиметров в высоту. Но, с другой стороны, он вполне может подойти к куклам Блайз или большим куклам Монстр Хай и Эвер Афтер Хай. И знаете, честно признаюсь, я уже на сайте заметила, что он куклам не очень подойдет, но заказала, потому что уж очень крутые там дизайны. Там 6 видов и все в пастельных тонах, с единорожками. А в моем случае это еще и единорог-котик. Тут написано «Я единорог, как пожелаешь». Знаете, такая смиренная кошечка. Сделано все очень качественно, и внутри выглядит таким образом. А вот это я не видела. Здесь еще внутри какая-то веревочка, какая-то фенечка с бубенцом. Это, видимо, мне подарок. Может быть, что-то приносящее удачу. И, кстати, внутрь этого рюкзачка очень хорошо помещается куколка Лол Сурпрайз, так что можете ее использовать в том числе как контейнер для каких-нибудь вещей или для куколок. Котика в корзинке, а не кота в мешке, попросила проверить Софья Хоменко. Стоит этот малыш 40 рублей и на сайте представлен в четырех вариантах. Выбрать цвет там нельзя, поэтому приходит рандомный. Мне попался черный кот в красной корзине с желтым бантиком. Выполнен этот аксессуар из плотной резины. И, конечно, все котики милые и прикольные, но проблема в том, что они все нереалистичные. То есть такие больше мультяшные и, на мой взгляд, больше подходят даже куколкам Лол Сурпрайз, нежели каким-то куклам формата 1 к 6, именно из-за того, что они такие мультяшные и милые. А вот это уже кое-что поинтереснее. Питомцев за 129 рублей попросила проверить Карина Арт. И здесь у нас 5 собачек и 1 кошечка. Мне нужно больше котиков, почему здесь такая дискриминация? Но, в любом случае, все животные очень милые и очень прикольные. И более реалистичные по сравнению с котиком в корзинке. Они тоже выполнены из плотной резины, все в разных позах, то есть кто-то сидит, кто-то стоит. Вот этот малыш как будто играется. У черно-белой собачки есть небольшой дефект от краски на лице. Ну и таким образом выглядит котик. Немножко упоротый, но издалека смотрится вполне реалистично. И мне кажется, что все вот это, это котята и щенята. То есть в мире кукол 1 к 12, может быть, это и будет как большой котик или собачка, но в мире кукол формата 1 к 6, это маленькие-маленькие питомцы, то есть еще детишки. И все щенята выглядят так трогательно, особенно мне нравится вот этот малыш. Очень годные питомцы, пришли все в отдельных пакетиках, хорошо упакованные. И даже если есть какие-то мелкие недостатки, то они слишком мелкие для цены 129 рублей. На самом деле присылайте еще питомцев на проверку, мне кажется, что их было мало в этой рубрике и нужно еще. Ножницы за 64 рубля попросил проверить подписчик под ником в гостях у кошки. В гостях у кошки милота. Ну а ножницы, мало того, что маленькие, они реально открываются и закрываются. Они выполнены из металла, а ручки покрыты черным пластиком. Вещица годная, качественная, очень реалистичная. И по своему размеру подходит как куклам формата 1 к 12, так и куклам формата 1 к 6. Выглядят в их руках реалистично и прикольно. Единственное, конечно, имя нельзя ничего разрезать, но оно, в принципе, не особо надо. А еще Космико попросила проверить кубок за 78 рублей. Написано на сайте, что подходит для формата 1 к 6. Вранье. Если это рассматривать для кукол формата 1 к 6, то это рюмка, наверное, а не кубок. А вот для кукол формата 1 к 12 уже больше походит на кубок или какой-то бокал. И выполнен этот маленький аксессуар из металла. То есть он, конечно, качественный и прикольный, но все-таки за 78 рублей как-то маловато, что он пришел в одном экземпляре. Меня немножко обманула картинка на сайте, там было как-то больше изображено, и я явно ожидала не 1 кубок, а несколько. Короче, он годный, но как-то маловато будет. Молочко за 137 рублей попросила проверить Диана Свир. Это молочко выполнено из пластика, и оно представляет собой такие баночки с молоком, с голубыми крышками, с надписью «Milk». Не думаю, что это выглядит реалистично, вообще мало кто хранит или продает молоко в таком виде. Скорее, это такое мультяшное милое молоко, и оно будет очень клево смотреться с куклами в каком-нибудь милом розовом интерьере. Хорошо подходит куклам Лол Сюрпрайз, то есть как маленьким куклам, так и большим, например, куклам Монстр Хай, Эвер Афтер Хай, Барби. Просто как будто это баночки молока разного формата. Вещица годная, милая, качественная, можете вполне покупать для своих куколок. И давайте к молочку посмотрим вот на эти кексы. На самом деле они гигантские по сравнению с этой баночкой молока, можно объесться. Проверить их попросила Мэля Каримулина, и стоят они 130 рублей. Но имейте в виду, ребят, и молоко, и кексы я назвала с учетом доставки. Если вы закажете много различных продуктов, то за доставку вы заплатите один раз, так что чекайте ссылку в описании и смотрите. Этот кекс, знаете, такой прям пышненький, он покрыт шоколадной глазурью с разноцветной посыпкой, но из-за формы какой-то немножко странной, он мне кажется не совсем реалистичным. Как будто была такая маленькая формочка, и он просто вырвался наружу, вы знаете, поднялся и стал вот таким толстеньким. Обычно я кексы представляю немножко другой формы. Но в любом случае он прикольный. Он подходит больше куклам формата 1 к 6, нежели маленьким, потому что для маленьких это уже не кекс, это какой-то огромный торт. Так что сладости на Алиэкспресс классные и годные. Можете присматривать себе посылочки какие-нибудь другие, потому что там не только такие кексы есть, а много всего другого вкусного и интересного. Горшочки с цветами за 65 рублей попросила проверить Диана Кот. Когда я их заказывала, на сайте не было варианта в форме сердца. Я очень хотела именно горшок в форме сердца, а сейчас он вроде бы есть в наличии, так что проверяйте ссылочку и хватайте, пока не разобрали. Горшки очень прикольные. Это тот вид миниатюры на Алиэкспресс, который стоит дешево, а приходит очень хорошо упакованным в картонную коробочку. И выглядит супер мило и реалистично. Это что-то вроде тех маленьких кактусов, которые я заказывала, только горшочки с очень милыми розовыми цветами. Сам горшок словно выполнен из дерева, и здесь есть оттиски сердечек. А также надписи. На одном написано Love, а на втором I love you. Они подходят и для кукол формата 1 к 12, то есть выглядят как такие большие цветочки в мире этих кукол. А для кукол формата 1 к 6, это как будто миниатюрные горшки. В общем, они очень милые, годные, качественные и прям любвеобильные. Здесь везде эти надписи, I love you и так далее. Мне кажется, они очень круто будут смотреться в кукольном мире. Годно Алистремно. А сейчас пришло время передать привет, и подписчика я выбираю среди лайкнувших мою последнюю фотографию в инстаграме Days of Beers. И это будет Алина Шаргаева. Алина, привет со съемок! Годная Алистремна, спасибо, что лайкаешь меня, что смотришь меня. И давай покажу тебе какие-нибудь спойлеры из этого выпуска. Будет много товаров маленьких для куколок Лол Сурпрайз, в том числе вот такой кексик, вот такие ножницы, а все остальное смотри в выпуске. Алине улетел привет, но вы подписывайтесь на мой инстаграм Days of Beers. Пишите интересные комментарии, ставьте лайки и, возможно, в одном из следующих выпусков я передам привет именно тебе. Это были все товары на сегодня. Сегодняшний выпуск был немножко необычным, было больше миниатюры, не было нарядов, но все впереди. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, активируйте колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы не пропустить новые выпуски Годно Алистремно. Присылайте мне новые товары на проверку в комментарии, скоро я буду заказывать новую порцию, поэтому будьте активны. И не забывайте отмечать меня на фотографиях с товарами, которые вы заказали после выпусков Годно Алистремно. Отмечайте мой инстаграм BeersReview, и я буду вас лайкать. Ссылки на все товары в этом видео есть в описании. Не забудьте поставить лайк, если видео вам понравилось. Покупайте своим куклам только годные товары, и до встречи в новых видео. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok